МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие именинники! Нередко считается, что человеческая личность одна, совершенно ничего не значит. Один, дескать, в поле не воин. И на ход событий один человек не может повлиять. Христианство же, однако, утверждает уникальность неповторимость человеческой личности и возвещает нам о том, что от одного человека зависит очень многое. Весь XIV век на Руси прошёл под ярким знаком сияния святости преподобного Сергия. Этот человек один, по сути, совершил столько, что весь народ держался за его молитвы, как за действительно крепкую руку отца или матери. Его ближайшие ученики впоследствии заселили Русь монастырями и храмами и распространили сияние Сергиевой святости, называли их собеседниками преподобного Сергия. Так от великого огня Сергиева зажглись меньшие огоньки его учеников. Преподобный Савва Звенигородский или Старожевский, ученик и собеседник преподобного Сергия. В юных годах Савва пришёл к Сергию в обитель, в Троицкую, и там был учеником преподобного. Он трудился, постоянно помнил о страхе последнего суда и о смерти, сокрушался о нищете своей души, никогда не бывал празден, не любил ни с кем разговаривать. Ещё в монастыре у преподобного Сергия Савва достиг высокой святости. Ему поручали принимать исповеди, и он нёс труд духовника. После победы над Мамаем на Куликовом поле Дмитрий Донской основал обитель в честь Успения Божьей Матери. Настоятелем её стал Савва. Однако впоследствии Звенигородский князь Дмитрий также призвал его к себе, на сторожи, так называемые. Это возвышенная местность, на которой находились сторожевые укрепления, охранявшие поступы к Москве. Там решено было основать ещё одну обитель, и Савва стал и её игуменом. Он строил храмы, он копал землю, спал на полу, ел простую пищу и с любовью принимал к себе всех тех, кто приходил к нему в монастырь. Имя его происходит от арамейского слова «авва», то есть «папа». И в жизни Саввы имя это вполне оправдалось, потому что он был настоящим отцом для всех монахов своей обители. Достигший почтенного и глубокого старого возраста, он скончался, отошёл душой в горнее селение, а телом лёг в свои обители, куда часто ходили на богомоле и поклонения русские цари. Особенно Савву любил Алексей Михайлович, и сохранилось предание о том, что он пешком, ежегодно ходивший на богомоле, однажды был встречен в лесу медведем, и явление Саввы преподобного спасло его от неминуемой смерти. В советские годы Саввы и Настарожевский монастырь был разрушен, превращён в колхозную артель, во что-нибудь ещё, как это было со всеми монастырями под русским небом. Однако сегодня, уже в наше время, обитель отстроена и исправлено всё то, что было плохо сделано в советскую эпоху. И опять под сводами Саввы и Настарожевского монастыря звучит молитва и богослужение. А от небес святой Савва, как папа на детей, смотрит с радостью на монахов, опять собранных в его обители. Мы поздравляем сегодня всех, носящих имя Савва, а также Сафония и Ивана. Поздравляем в нём ангела. Радуйтесь, дорогие менинники. Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова